перед вами картина иван грозный и его сын иван дело ильи репина посещение кориды в испании стала предтечей написание этой картины в своем дневнике он пишет несчастье живая смерть убийство и кровь составляют влекущую к себе силу и я заразившись вероятно этой кровавостью по приезде домой сейчас же принялся за кровавую сцену вот как то так всем привет с вами книга коп добро пожаловать на мой канал сегодня в центре нашего внимания шикарная книга христианский календарь на лето от рождества христова 1784 от сотворения мира семь тысяч двести девяносто второго которая есть высокостная и содержит в себе триста шестьдесят шесть дней шикарная книга ну собственно по поводу лет исчисления и прочего здесь маленькая такое мое отступление значит для того кто не помнит мне не понимает почему многие тысячи лет и потом вдруг от рождества христова напоминаю по именному приказу петра первого в россии в 1699 году началось новое летоисчисления пётр первый изменил прежний обычай по которому летоисчисления вели от так называемого сотворение мира произвольно отнесенного к 50508 году до нашей эры вот собственно по указу царя 20 декабря семь тысяч двести восьмого года от сотворения мира в россии вводится юлианский календарь ведущие летоисчисления от рождества христова не для того что перейти на новый календарь с летоисчислением от рождества христова следовало скажем в старом календаре от сотворения мира от года 7208 отнять вот эти пять тысяч пятьсот пятьсот восемь лет ну собственно петр первый не просто заменил русской календарь на европейский ну кто-то может быть посчитает что он украл у народа вот эти пять тысяч пятьсот восемь лет наследие предков и появилась возможность в академических книжках по истории написать что до христианизации руси как бы собственно как таковое не было ну а петр первый как мы помним запрещал носить бороды богатство так называемая рода так называемая связь с предками ну заставлял мужчин ходить в колготочках панталончиках одеваться всякие висюльки ленточки бантики как маленькие девочки вот ну это кто как скажет кто как этому относится для кого-то это эстетично кто-то это не приемлет на вкус и цвет я просто напоминаю историю ну и собственно народ называл новую эту элиту жена жена ликими бледоликими до сих пор осталось это выражение блядское лицо по-славянски блять это болтун пустомель и не путайте со словом блуд ну и так далее давайте перейдем все-таки к христианскому календарю на лето от рождества христова чем он таким нам интересен и занимателя здесь давайте почитаем предлагаемый тебе любезный читатель христианский календарь есть ничто иное как только опыт сделанный нами есть он благосклонно принят будет то намерены мы издавать он и ежегодно приводя он и время от времени желаемому нами совершенству мы будем стараться наполнять он или самими и избранными материалами которые послужили к пользе и удовольствию равномерно же и к мужскому сведению вот ну переходим дальше посмотрим очень много здесь всего занимательного и я думаю каждый найдет для себя что-то интересное здесь конечно же есть и пребывание убывания лун пожалуйста все здесь имеется расписано по месяцам что и так далее здесь помимо всех этих таблиц здесь мы можем еще наблюдать и внимание описание соответственно праздники и церковные и молебны и посмотрите какое прикупал интересное слово высоко торжественные праздники высоко торжественные торжественные праздники так интересно рождение и я императорского величества благородный государь не великой княгини марии федоровны вот ну пойдем дальше посмотрим что же тут еще такого занимательного может быть и пожалуйста клятство господня в домах нечестивых да каждый грех твой страх и ужас умножает старались и трепещи все частно ты того задерзости твои творец чем угрожает при всем терпении при всей любви его тут такие но очень интересные и стихотворения то есть вот эти вот как вам сказать то есть это уже это 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 уже очень вкусный язык и то как это все пишется вот примеру 22 день господу всегда спорить и мы во звах и услыша кумиры древние которых прежде чтили калика громко вас и чисто не молили вы не мы прибыли был слух ваш загражден рукой художника кто был сооружен тот мог ли понимаешь и чувствовать моление его вы лишь один коль в истинном смирении его кто вызовет того услышит глаз молящему речет здесь есть с тобою а интересно ну что ж друзья мои с удовольствием передаю вам эту замечательную книгу в изучении в прочтение ссылочка будет по традиции под видео на сайте книга коп . р.ф. ну и тема ивана грозного у нас не сходит безусловно что это такое это не что-нибудь как шлем ивана грозного обратите внимание по-русски написано шлем князя ивана васильевича выступлен он был в кремле музее можно его на него было посмотреть настоящее время как описывается он где-то в стокгольме вот хранится но 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 чем он таким интересен сверху оказывается арабская вязь ну давайте немного поподробнее значит этот шлем был выступлен в государственная историческая культура историко-культурном музее и заповеднике московский кремль вот алексей левыкин является на это научный руководитель пишет что это скорее всего вот эта арабская вязь это бездумное подражание русского оружейника 16 века красивым иностранными за корючком ну собственно все бы да ничего когда здесь внимание генеральный консул по случайности из ирана прочел надпись оказывается нашлими написаны по арабски слова бог магомед еще что-то о чем вероятно решили умолчать ведь надпись довольно длинная в не заведомо больше двух слов и кстати когда летом 2012 года показали фотографию этой надписи преподавателя арабского языка в русско-сирийском центре алеппо в москве господину бадру сирийцу по национальности он без труда нашел в ней имя магомед написанная даже не один раз а несколько раз пользовались этим своим званием обычных современных арабских букв знанием обычных современных арабских букв и современного арабского языка они такие как малоизвестных арабских диалектов и начертаний откуда следует что историки намеренно скрывали от общей общественности содержание этой замечательной надписи делая вид будто бы ее невозможно прочесть или что дескать бессмысленное подражание арабской письменности ну а когда надпись на их беду все же прочел иранский консул они чтобы сохранить лицо сделали вид будто бы консул воспользовался при этом своими знаниями редких неизвестных специалистам арабских диалектов неправда консул прочитал надпись так чтобы прочитал бы ее любой другой человек знающий арабский язык в чем мы логично убедились отнеся эту надпись на прочтение сирийскому преподавателю арабского который кстати ровным счетом ничего не знал ни происхождение этой надписи не а ее прочтение иранским консулом тем не менее легко прочитал в ней то же самое аллах магомед повторенное несколько раз вот как то так ну что ж много интересных разных все-таки фактов бывает палец вверх подписываемся на канал а я продолжаю дальнейшие книга коп пока пока